Драгоценное из ничтожного Я чувствую, что лично я прохожу и проживаю эту тему уже более года Трудно понять, а еще труднее объяснить Она унижает, смиряет И требуется вера Давайте прочитаем книгу Иеремии 15 глава с 18 по 20 стих James Version says Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Will you surely be like an unreliable stream as waters that fail? The Lord reassures Jeremiah Therefore, says the Lord, if you return, then I will bring you back If you shall stand before me If you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth And I will make you to these people a fortified wall And they will fight against you But they shall not prevail against you For I am with you to save you and deliver you, says the Lord За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? Не сие ли так, сказал Господь? Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста Они будут сами обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним И сделаю для тебя, для этого народа крепкую, медную стеною Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя Ибо я стою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь Я верю, что это очень интересное местописание из Библии с глубоким значением Вначале мы видим, что благочестивый Божий человек начинает недовольствовать И он говорит, почему я в боли? Боль не всегда может быть физической Она может быть эмоциональной Это может быть твоя душа или сердце Почему я продолжительно так долго страдаю? Боже, почему ты меня не исцеляешь и не помогаешь? Чувствуешь ли ты, что ты проходишь такое сегодня? Иеремия сравнивает Бога с неисцелимым источником Интересно, что наша церковь называется живой поток Иеремия видит Бога как источник Но он говорит, что этот источник, на который нельзя полагаться Который не приносит надежды, исцеления И краткое заключение таково, что долгое время он просит у Бога о помощи, но ее не имеет И далее Бог дает ему ответ И после того, как Иеремия роптал, Бог отвечает ему Интересно, что Бог не отверг ничего, что сказал Иеремия И это правда было, что этот человек проходил через трудное время Он проходил через боль Он страдал У него было много вопросов И вот какой ответ дает ему Бог Иногда мы просим, чтобы Бог ответил нам Но нам не всегда нравится ответ Божий И Бог говорит, извлеки драгоценное и ничтожное Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного То ты будешь как мои уста Давайте рассмотрим более внимательно некоторые ключевые места из этого Писания Что такое ничтожное? Это то, что оскорбляет Ужасное что-то Отвратительное Некрасивое Унижающее Неприятное Отвратительное И ничтожное Все это может быть ситуацией твоей в жизни сегодня Это может быть твой брак Твои финансы Твоя работа или школа Твои дети, болезни, одиночество И жизнь относится к тебе несправедливо И все в общем ужасно Библия называет это ничтожество Но Библия говорит, что если из этого ничтожного состояния Ты извлечешь драгоценное И что же такое драгоценное? Пrecious is valuable Expensive Important Драгоценное Это что-то очень ценное Очень важное И дорогостоящее И потом Библия нам говорит Извлеки Другой перевод говорит Отдели или выдели Другим словом Это находится То есть найди Возьми Откопай Восстанови Выдави Вырви для себя Из этой ситуации И извлеки То есть другим словом Значение другое Это процесс Это шаг за шагом процесс Это не что-то, что происходит внезапно Необходимо время и вклад И усилия И если ты извлечешь Драгоценное Изничтожное Бог говорит Тогда все изменится Драгоценное Это драгоценные Уроки жизни В твоей ужасной Запутанной Беспорядочной ситуации Итак, первый ответ от Бога был Извлеки драгоценное Изничтожное Второе Он говорит Если ты так сделаешь Тогда что-то изменится И Библия говорит нам Чтобы мы изменили Свой язык И наши отношения Твои слова Бог работает над нашими словами Библия говорит Что Бог трудится над нами Чтобы мы были более подобными Ему Чтобы мы были подобными Христу Чтобы наш характер Был подобен Ему Это называется Христоподобие И Библия далее говорит Если ты так сделаешь То будешь Сделать тебя Как мои уставы Итак То, как ты отреагируешь Как ты отвечаешь Как ты действуешь Твоя реакция На ужасные ситуации В жизни Они изменятся Итак, Бог Уделяет большое внимание На наш язык На наши разговоры Не так, как ты говоришь В церкви Но дома На работе Когда тебя никто не видит И это включает все Я верю Что каждый человек Нужно или уже Он извинился То есть Кается За неправильные слова Что каждый человек Раскаивался И ему нужно еще Больше раскаиваться За слова Чем за действия Никакой человек Не может изменить язык Поэтому Бог берет Над этим Контроль И вот почему Бог помещает Нас в различные ситуации И один из его Главных направлений Это изменить Наши разговоры Изменить Как мы реагируем В плохих Ситуациях Или сюрпризах Цель изменить слова Когда мы Извлекаем Драгоценные уроки Тогда мы Анализируем Наш стиль жизни И одно Что точно изменится Это как мы говорим Давайте посмотрим На практические примеры Я попрошу вас Вспомнить Последние три проблемы Которые были у вас Недавно Может быть это был конфликт Может быть тебя Оскорбили Обидели Может быть ты очень Разозлился Только три примера Последние три вещи Которые плохие Произошли с вами Давайте Будем практичными Я очень прошу вас Давайте вспомним Три вещи Которые прошли Может быть две У кого плохо с памятью Ну хотя бы одну вспомните Хотя бы одну И вопрос вот какой Что драгоценного Ты извлек Из той Несправедливой ситуации Видишь ли ты Что-то Хотя бы драгоценное Библия призывает нас Углубляться Находить Искать Идти глубже И смотреть с других ситуаций И тогда ты найдешь Драгоценные Жемчужины Видим ли мы Когда-либо Такую возможность Таких ситуаций Что-нибудь Ты находил Драгоценного Когда люди Жестоки С тобой Когда кто-то Кричит на тебя Очень над тобой Надругался Или унижает И твоя реакция Ой как драгоценно Спасибо тебе Когда-нибудь было С тобой такое Или когда тебя Оскорбили И ты думаешь О как здорово Как драгоценно И ты так Отвечаешь ему Сообщение По телефону Ой как здорово Спасибо Люблю тебя Еще приходи Это что-то Необычное Давайте посмотрим Некоторые примеры Из Библии Иосиф Это один из моих Любимых Библейских героев Если у меня будет Еще один сын Наверняка Это будет Будущее имя Это У всех моих детей Библейские имена И Иосиф Он Очень Это имя Любимое Это единственный Который не впал В искушение Даже против женщины Это очень мощно Итак Вот что происходит С этим человеком Вы все знаете Эту историю Поэтому Все читать не будем Он Прошел Через ревность Страдал Его братья Завидовали его братья Унижение Страх Я думаю Наверняка Если вас бы Продали в рабство Вы прошли бы Через страх Одиночество Издевательство И рабство Несправедливость Вы можете отметить Если что-то подобное Происходило в вашей жизни Сплетни Настоящие сплетни Вы страдаете От сплетен У Иосифа Это было Он За доброе Получал злое У него были И долины И низины В своей жизни Он был и раб А потом Начальником А потом Он в тюрьму попал Температура Менялась Очень резко У него были вопросы У него была вера У него был Бог И однажды Он стоит перед фараоном И он переводит То есть он истолковывает Сны Сны Которые он сам Никогда не видел Вы можете это сделать? Я нет Я не могу И обратите внимание Что здесь происходит Этот человек стоит Перед фараоном И он истолковывает И он истолковывает Его сны И что бы там не написано было В Еремае 15-18 Оно становится реальностью Через обычного человека Бог начинает говорить Через Иосиф К фараону Почему? Потому что Иосиф Практически Применил этот принцип В своей жизни Потому что Библия говорит Если ты извлечешь Драгоценного Из ничтожного И я верю Что Иосиф Прошел через ад Он страдал Это было несправедливо И он оставался Верным Богу Его реакция Что я почитаю Это его реакция Несмотря на то Как к нему относились Его слова Его ответы Они были настолько Отличались Что однажды Бог Сам Бог Начал говорить Через Него Потому что Бог Обещал Что если ты будешь Жить таким образом То сделаю тебя Как мои уста Твои слова Твой тон изменится И даже голос изменится И потом Битие 15-20 И потом Бытие 15-20 Он говорит Вот вы умышляли Против меня зло Но Бог Обратил это В добро Поэтому Иосиф Видит Бога Во всем Даже через сплетень Через тюрьму Через тюрьму Через рабство Через унижение Терпение И он видит Бога И он говорит Вы Хотели Чтобы это было Мне назло Но братья Это так драгоценное Я вижу Драгоценные Уроки В этих ужасных Ситуациях Которых Мне нужно было Пройти Следующий пример Это Давид Он встретил одного Злого человека По имени Семей Он ходил И проклинал Давида Он кричал Обзывал Унижал Давида Перед всем народом Конечно же Близкие друзья Они хотели Они хотели Его защитить Они хотели Убить этого человека Они хотели Наказать его Но Давид говорит Нет Оставьте его В покое Вот что Библия говорит Если Господь Сказал Повелел ему То кто Вы Чтобы останавливать Его В другом переводе Там сказано Что Бог Сказал ему Говорить плохо Обо мне Унижать меня Обзывать И унижать Угрожать И он в этом Видит Бога В этих Агрессивных Словах И действиях Обвинениях Сплетнях И так далее И теперь Обратите внимание Как реагирует На это Давид Он говорит Оставьте Пусть говорит Это Бог Работает Надо мной Когда ты видишь Людей Во всем Твоя реакция Будет всегда Негативная Будешь Оскорблен И будешь Зол Когда ты видишь Бога Во всем Твоя реакция Будет Совершенно Отличаться От человеческих Стандартов Вопрос Вот в чем Пожинаю ли я Что-либо Что я сделал Плохо Мои неправильные Выбор в жизни Действия И теперь Пришла Жатва Моя Или Римлянам 8.28 И мы знаем Что Бог Для призванных Своих Все содействует Ко благу Для тех Кого Он Любит Для тех Кого Он Любит Если ты веришь Что ты Дитя Божьего Если ты Истинно Дитя Божьего И если Ты Любишь Небесного Отца Если Ты Истинно Любишь Небесного Отца Тогда Твое Доверие Выражается Что Все Содействует Ко благу Даже Если Тебе Это Не Нравится В среду Мы слышали Очень прекрасную Проповедь Я хочу напомнить вам Место Писания Матфея 5.39 Я говорю вам Не противься Злому Злому Человеку Если у вас Злой человек В вашей жизни Библия говорит Не противься Римлянам 12.21 Написано Не будь Побежден Злом Но Побеждай Зло Добром Следующий Пример Иов Никого Нельзя Сравнить С тем Что Он Прошел Все Ваши Дети Живые Здесь По крайней мере Большинство Из них Твой дом Еще стоит И У тебя есть Даже Страховка На дом Машина Еще есть И немного Денег На банке А этот Человек Потерял Все Дом Бизнес Здоровье Детей И Все В одно Время И Потом Его Жена Когда Ему Больше Всего Нужна Была Поддержка Она Она В этом Не Видит Ничего Духовного Она Только Всего Лишь Видит Реальную Материальную Жизнь Очень Часто В нашей Жизни Когда Мы Проходим Шторм Мы Забываем О Духовной Жизни Духовная Жизнь Нереально Но Из-за Того Что Эта Женщина Видела Все Только В Материальном мире Она Посоветовала Ему Проклять Бога И Умереть Но Вот Как Отвечает Ей Ио Господь Дал Господь Изобрал Обратите Внимание На Эти Слова Я Не Думаю Что Кто Либо Из Людей Смог Бы Произнести Такие Слова Если Бы Оказался В Его Ситу И Вот Что Еще Раз Происходит И Иеремия 15 18 Если Извлечешь Драгоценное Изничтожное Ты Станешь Как Мои Уста Говорит Господь И Вот Что Просходит Это Становится Реальностью Бог Говорит Через Иова Его Реакция Настолько Отличается От Человеческих Стандартов Меня Шокирует Что Он Смог Увидеть Что Драгоценное В этой Ужаснейшей Ситуации Это Не Происходило В Неделю Или Месяц Всего Лишь Он Страдал И Он Смог Увидеть Драгоценное И Каждый раз Когда Он Открывал Свою Что Драгоценное Сходило Из Его Уст Мудрость От Бога Терпение От Бога Терпение От Бога Его Уста Под Его Контролем Почему Потому Что Он Употребил Этот Принцип В своей Жизни И Все Проблемы Он Пытается Найти Ответ Драгоценного Что Там Драгоценное Что Драгоценное Что Драгоценное В этой Ситуации Господи Я Не Вижу Ничего Драгоценного Господи У меня Очки Но Я До Сих Пар Не Драгоценного Я Не Знаю Что Драгоценного Я Только Чувствую Боль Я Не Чувствую Ничего Первая Проблема 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 Мы пытаемся Избежать Мы Нам Они Не Нравятся Мы Просим Божий Забери Проблемы Я Тоже Так Делаю И Мы Просим Божий Ответь И Вот Божий Ответ Извлекай Драгоценное Из Ничтожного Происходило ли Когда Либо Это В Твоей Жизни Много Лет Назад Я Верю Я Получил Такое Откровение И Я Думал Что Это Будет Однажды В моей Жизни На Тот Момент Это Было Так В Той Ситу Ситу Сегодня Я Уже По Другому На Это Смотрю Я Вижу Что Это Как Стиль Жизни Должно Я Думал Что Этот Процесс Уже Скоро Закончится Да Конечно Бог Заинтересован В Результатах А Не В Процессах Некоторые Из Нас Мы Ждем Когда Мы Пройдем Это Все И Бог Нас Наградит Но Все Равно Иногда Награда Она Не Всегда Финансовая Не Всегда Исцеление Не Всегда Восстановление Иногда Это Драгоценные Откровения О Твоих Слабых Сторонах О Твоем Характере Я Размышлял Над этим Словом Больше Недели И Величайшее Откровение Драгоценное То Что Я Вижу Процесс Через Который Я Прохожу Это Мои Слабости Господи Я Неправ Что То Как Я Себя Вижу Сегодня Пару Лет Назад Я Так Не Видел Знаете Друзья а мы все просим и хотим получать откровение от Господа. И вы уже много получили откровение от Бога. Но величайшее откровение, послушайте внимательно, величайшее откровение это откровение от Бога о том, кто ты. И мы продолжаем говорить Божьи дальние откровения. Иногда Бог говорит, я не против откровений, но дочь моя, сын моя, я не хочу, чтобы ты был слепым. Я хочу, чтобы ты понял откровение о себе, кто ты. Кто ты. Твой характер, как он в действии, как он ранит людей или благословляет. Как он ранит меня, Бога. Бог открывает и показывает другой подход к разной ситуации. Когда мы проходим через сложности, мы ожидаем помощь, поддержку от других. Это хорошо. Это хорошо. Давать поддержку. Но Бог направляет нас в другое направление. Он указывает на тебя. Он говорит, и тебе нужно углубляться, тебе нужно искать. В этой ситуации это ты. Ты ищешь счастье. Ты чувствуешь себя ничтожным из-за него или ее. Но Бог говорит, посмотри с другой точки зрения на твою ситуацию. В другом отношении. Если ты изменишь свой подход, Бог возлагает ответственность на тебя. Ты недовольствуешься, говоришь, что не так. И там есть маленькое одно слово. Если. Бог говорит, если ты найдешь, излечешь драгоценное, излечтожное. Тогда что-то произойдет. Таким образом, Бог дает нам выбор. Он предупреждает. Что можно реагировать по-разному. Мы можем отреагировать, ответить по-разному. Но Библия говорит нас, если ты будешь осторожен, если ты будешь добрым и внимательным, тогда что-то произойдет. Если. Когда нас оскорбляют, мы всегда ищем, чья это вина. А Божий принцип. Когда тебя обидели, унизили, всегда ищи, что драгоценного в этом. Позвольте. Когда мы в гнине, когда мы ранены, мы всегда ищем, чья вина в этом. А Бог говорит, если ты изменишь свой подход к этому, тогда ты найдешь драгоценные уроки, жизни, которым я хочу научить тебя уже долгие годы. Это самое большое подкровение, которое я пытаюсь открыть. Вот почему здесь стоит слово «если». Которое меняет все. И здесь нам предоставляется еще одна возможность. Если ты не пойдешь этой дорогой, тогда что-то другое произойдет. У тебя есть выбор. Если ты излечешь драгоценное из ничтожного, ты станешь как мои уста. Ты будешь благочестивым. Ты будешь говорить мудрость. Но если не так, ты будешь говорить так, как ты уже говорил 20 плюс лет уже. Даже ты знаешь, что это неправильно так говорить. Ты будешь продолжать говорить одно и то же. У тебя нет даже силы изменить свой язык. Только когда мы вовлекаем практические уроки Божьи в свою жизнь. Тогда Бог берет контроль над устами. Твое отношение, твои поведения на твое настроение. Тогда все меняется. Практическое воплощение Божьих уроков жизни. Знание ничего не изменит. Это место Писания, оно ничего не изменит. Но когда ты его воплотишь в свою жизнь, тогда все изменится. Я знаю, что это сложно. И если ты это не примешь, тогда ты будешь ранен. Библия говорит, что они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Любой человек, который, может быть, ты думаешь, жесток тебе. Потому что в Библии здесь заключение такое, что ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь. Если мы это перевернем по-другому, для меня это значит, если ты пойдешь своим путем, тогда они будут против тебя сражаться и одолеют тебя. А я не смогу тебя избавить. Я не спасу тебя. Я слышу твои молитвы. Потому что Библия говорит, что это неверно, что Бог не слышит молитвы. И его говорит, что Бог слышит наши молитвы. Но Бог ждет, когда мы воплотим практически в нашу жизнь. И если Библия говорит, что если ты этот путь пройдешь моим путем, then I will save you. I will protect you. I will support you. Я защитю тебя. Я буду тебя поддерживать. Тогда твой характер изнутри будет меняться. Твоя реакция будет отличаться. Помните Анну? Хэнна, у которой не было детей. И она пришла в храм молиться. И она молится в храме. Представьте себе, сегодня, A lady from the back came to pray. Пришла с задних рядов женщина вперед молиться. И тут один пастор подходит. Notice that her hair is not done well. И смотрит, что прическа у нее не очень выглядит. She looks sloppy. Она такая неряшлива выглядит. She's crying, weeping. Плачет. She's saying something that doesn't make sense. You can't even hear what she says. And then pastor of one of the deacons comes to her. And tell sister, please, stop drinking. Перестань пить. Our church has the policy we don't drink. Наша церковь такое правило, мы алкоголь не пьем. I guarantee you 100%. She would never, 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 ever come back to that church. Такая женщина никогда не вернется назад в церковь. Потому что сам пастор, дьякон, сказал ей такое, false accusations. Такое неправильное обвинение. Неверное. И в этом писании в Библии мы видим, этот священник даже не извинился перед ней. Но посмотрите на ее реакцию. Она обратилась, она сказала, называла его господином. Никакого обиды. Came back to that same church where she had huge potential to get offended. Didn't get offended at the priest. Она не обиделась на священника. Она доказала, что прощение by giving to that same priest her only son back to him. Она доказала свое прощение тем, что она доверила этому же священнику своего единственного сына. Она говорит, вот, теперь ты воспитывай моего ребенка, я не обижаюсь на тебя. Потому что я нашла драгоценную в ничтожную. Даже когда люди жестоки ко мне, я вижу драгоценные драгоценные локи жизни. Я вижу свои слабости. Я вижу, что у меня нет достаточно терпения. Я вижу, что я горда. Я вижу, что я не могу просить. Я вижу себя. Я ненавижу всех. Я ненавижу себя. Я ищу и мечтаю о счастье. И Бог дает тебе откровение. Откровение, которое ты искал долгие годы. Откровение о себе. И это сложное откровение. Тяжелое. Знаете, что происходит? Когда Бог работает над нами, не только наш язык меняется, наше видение меняется. Мы видим Бога больше Бога, чем людей. Иосиф, Ил, Давид, Анна. Достаточно примеров? Мы видим Бога больше, чем людей. Мы меньше обвиняем людей. Это что Бог пытается показать нам. И потом, Анна показывает это доверие, которое она имеет к Богу. Вы помните, как она отдала своего сына священнику, чтобы он его воспитывал? И Библия нам говорит, что его дети, они были проблемными детьми. Который ее обвинил, у него, у детей, и самих были проблемы. Я думаю, что потребовалось, чтобы Самуил чуть-чуть подрос, чтобы отдать ему назад в храм. И я думаю, что у нее было достаточно времени, чтобы поменять свое решение. И посмотреть на вещи, как мы обычно это делаем. Из человеческой ситуации. То есть, когда мы смотрим по-человечески, не по-духовному. Она бы сказала, слушай, знаешь, священник, я уважаю тебя, но посмотри, как ты воспитал своих детей. Я моего ребенка тебе не могу доверить. Для меня это такое доверие Богу. Потому что она доверила его не священнику, который может делать ошибки, любому другому человеку, который может делать ошибки, но Богу, даже через несовершенных людей, Бог может сделать что-то драгоценное. Величайшее доказательство Божьего действия в твоей жизни is when you reply когда ты отреагировал kindly добром to evil and bad surprises. Когда ты отреагировал добром на зло и на плохие сюрпризы. Когда ты отвечаешь по-доброму в любой ужасной ситуации. Это величайшее доказательство что Бог is really working on you because no man can tame the tongue. And I believe that God is working on us as well. что Бог работает над нами так же. Возможно, вы скажете you know what знаете I look at my situation I look at my relation I look at my relation I look at my finances I look at my kids I look at my kids I look at my problems I look at my problems and honestly sincerely I don't see anything precious I have an answer for you. У меня для тебя есть ответ. Precious valuable things they never lay on the ground everywhere for free. Они никогда не валяются вот так просто на земле бесплатно. You always have to dig чтобы найти драгоценное нужно копать. You have to search. Тебе нужно искать. Take effort. Нужно делать вклад и усилия. And then you will find precious from the vial from the vial I would like to ask if someone is here for the first time or if you feel like you don't have a relationship with God. Или ты чувствуешь что у тебя нет взаимоотношений с Богом. Maybe today the biggest revelation to you was about you. Может быть сегодня большое откровение ты получил о себе. God He is looking for you. waiting for you. Ждет тебя. This is not coincidence that you are here this morning in church. И это совсем не случайно что сегодня ты находишься здесь и слышишь это слово. Я здесь еще раз чтобы напомнить тебе что живой Бог Иисус Христос died on the cross for you personally потому что Он видит в тебе драгоценность. Да возможно ты ненавидишь себя за то что ты сделала или сделал но Иисус Христос находит в тебе драгоценность. И Он говорит тебе вернись ко мне пожалуйста сын мой дочь моя вернись я еще стучу у меня еще есть надежда о тебе Иисус Христос